Данил, впереди игра с текстильщиком, в котором ты провел полтора сезона. Что можешь вспомнить, рассказать об этом этапе своей карьеры? В первую очередь хочется поблагодарить этот футбольный клуб за все время, которое я в нем провел. Тренерский штаб, с кем я работал, административный, медицинский штаб, руководство. Были хорошие моменты, не очень хорошие были результаты, но ничего, я для себя решил, что у меня любой этап в карьере, это всегда в копилочку, всегда опыт. Хороший он или плохой, поражение или победа, это все опыт. Поэтому все равно кульминацией стало то, что мы выполнили задачу, вышли в золото и я оттуда ушел, скажем так, с чистой душой. А сейчас за Ивановской командой следишь? Слежу, конечно, потому что у меня много друзей осталось там, со многими ребятами работал, атмосфера у нас хорошая была в коллективе, то есть там и болельщики любят футбол, поэтому, конечно, слежу, там команда, в принципе, у которой все есть, чтобы добиваться результата. Но у них свой путь, у меня сейчас уже свой путь. Как на твой взгляд, чем они могут удивить? Волгарь, какие сильные, какие, может, слабые стороны отметить можешь? Да я не думаю, что они чем-то нас будут удивлять, сильные или слабые стороны, наверное, не очень корректно сейчас говорить. Я думаю, что этот тренерский штаб займется разбором игры, их игр и сильные, слабые стороны будет изучать и нам, футболистам, донесут, чтобы мы знали, как обыгрывать, как правильно обороняться, поэтому у них есть ударный, но у них, в принципе, очень много квалифицированных футболистов. И, наверное, такая самая ударная сила – это Скворцов, который здесь, кстати, играл, Скворцов и Евсеев, если не ошибаюсь, они в том сезоне, по-моему, очков 30, наверное, на двоих настреляли. Поэтому это такая в атаке, наверное, главная их ударная сила. В Иваново, разумеется, поедут наши болельщики. Вот таким онлайн-гидом сможешь побыть, называть основные замечательности Иваново, куда стоит сходить нашим ребятам? В Иваново, на самом деле, не так много, чтобы прям очень красивых мест. В принципе, сам регион славится скорее очень красивыми городами, видами. Это Золотое кольцо, то есть там Ярославль, Владимир, Плес такие города, Суздаль – очень красивые города. Мы там с женой ездили, смотрели эти города. В принципе, в Иваново есть как бы парки неплохие, где можно погулять. И, в принципе, неплохая набережная. По ней, я думаю, что если болельщик наш Астраханский пройдется, то как бы там так интересно, приятно. Ну, хочется верить, что самое красивое на выезде будет футбол. Конечно.